Привет, меня зовут Евгений и сегодня я расскажу, как передавать информацию из Mail.ru в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из Mail.ru в другие системы. Например, через Telegram вы сможете вести учет ваших писем, всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Mail.ru. Теперь необходимо указать действие. Выбираем получить письма. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Mail.ru к системе Apex Drive. Вводим ваш логин. Для того, чтобы ввести пароль, его нужно сгенерировать в личном кабинете Mail.ru. Переходим в ваш кабинет и открываем пароли и безопасность. Нажимаем на пароли для внешних приложений. Добавляем наш пароль и вводим ему название. Вводим пароль от вашей почты. Копируем новый пароль и вставляем его в окне Apex Drive. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». Выбираем папку, из которой мы будем выгружать письма. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. Сейчас в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые мы только что загрузили. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Mail.ru успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы выбираем Telegram. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Отправить сообщение». Подключаем ваш аккаунт Telegram к системе Apex Drive. Чтобы подключить аккаунт, нужно скопировать название бота и найти его в мессенджере. Выбираем бота и копируем строку для подключения. Отправляем это сообщение нашему боту. Ваш аккаунт успешно подключен. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и нажимаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поле, которое нужно заполнить для отправки сообщения в Telegram. В это поле нужно назначить переменные из Mail.ru. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из западающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для перехода на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в Telegram. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram». Переходим в Messenger и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных в Telegram завершена. Далее необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok